Всепогодная дружба. Именно так описывает в Китае высокий уровень партнерства с Беларусью. И здесь речь не о климатических изменениях, а об устойчивости и эффективности наших связей в политике, дипломатии, экономике, социальном развитии и культуре. Выстоят совместные большие проекты и под ударом эпидемии вируса нового типа. К тому же есть все возможности до конца года еще и прибавить в экономической сфере. В частности, об этом сегодня говорили во Дворце Независимости на встрече президента с послом КНР в Беларуси Цуицемином. Подробно остановились на проектах, которые успешно переживают вирусный стресс-тест на прочность и тех, что добавят в копилку двустороннего партнерства. Не обошли стороной и совместную борьбу с эпидемией. Страны обогащают опыт друг друга и демонстрируют всему миру главный тезис. Вирус можно победить, если работать грамотно, точечно и слаженно. Без паники. Наш политический обозреватель Андрей Кривошеев знает о встрече больше. В китайском табеле о рангах стран-партнеров за два десятилетия Беларусь преодолела огромный путь вверх. От осколка страны советов и терра инкогнито для дипломатов и инвесторов до всепогодной дружбы. В последние месяцы официальные Пекин и Минск еще раз показали статус верный. Друг познаются в беде. Вот она пришла, как реальный вирус и информационная паранойя. И кто подал руку первым? Сначала Беларусь к Китаю, а сегодня уже Поднебесная, совладавшая с эпидемией и Беларуси, и всему миру. Главный тезис, который Китай сегодня несет миру – коронавирус не приговор. И при грамотной работе от медицины до действий власти эпидемия локализуется и преодолевается. Второе – именно так проверяется на прочность, экономика, экономические партнеры и шире – солидарность. Беларусь в этом смысле была первой, кто помог. И первая, кто сегодня говорит даже не о восстановлении, а о росте. Нам никто не мешает и ничто не мешает никакие коронавирусы развивать двусторонние отношения. Вирусы не повлияли наше политическое сотрудничество. То, что в сфере дипломатии у нас все нормально, говорит о том, что вы сегодня здесь во дворце независимости. Об этом даже речи не идет. Что касается торгово-экономического сотрудничества, я не заметил, что мы также где-то провалились. Да, была некая пауза. Вы знаете, она не с Беларусью связана. Мы это воспринимаем нормально. Но, знаете, не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое в наших силах. И мы это сделаем. Уверенность официального Минска разделяют и китайские партнеры. Несмотря ни на какие эпидемии, в конце прошлой недели в Великий Камень зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. А всего здесь представлено 16 стран. Новый резидент парка будет заниматься научными разработками, оптические приборы, автомобильные датчики и новые материалы для внедрения в производство. Мы исходим из того, что 10 компаний в этом году будут уже новые компании, которые приступят к финансово-хозяйственной деятельности. И по году мы будем иметь 30 уже предприятий. В всяком случае, все идет к тому, что эти компании активным образом будут успешно завершать и вводить свои производства на нашей территории. Это именно то, ради чего создавался Великий Камень. Новые технологии в страну, инновационный продукт на экспорт. Так у одного из мировых лидеров по выпуску спецтехники. Компания прописалась в парке одной из первых. Уже в мае планируют запустить конвейер. Шасси. Мазовское, навесное оборудование из Китая. Пример промышленной кооперации. Великий Камень – хорошая база для производства продукции и развития нашей компании. В том числе с точки зрения логистики. Это важный инновационный узел на шелковом пути. Наши потенциальные потребители в Европейском и Евразийском союзах. Поэтому, располагаясь здесь, мы охватываем оба этих рынка. Дружба в политике, которая конвертируется в экономику и социальную сферу. Сегодня МИДами прорабатываются визит в Беларусь председателя Си Деньпина. По такие визиты традиционно закладывается фундамент новых проектов. В частности, сегодня на встрече упомянули стадион и бассейн. Оба объекта национального масштаба, но строятся под будущие соревнования самого высокого международного уровня. Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайские объекта, на которых будут проводиться, и мы уже имеем такие подтверждения международных организаций, крупные международные соревнования. Я прошу, передайте председателю, моему другу, что мы его в Беларуси очень ждем. Не забывает Китай и о стратегических проектах «Один пояс, один путь». Тот самый, где Великий Камень Жемчужина актуален как проект солидарного восстановления и развития. С Беларусью мы достигли наилучшего в истории уровня взаимодействия во всех сферах. Это касается и глобальной инициативы «Один пояс, один путь», и белорусско-китайского индустриального парка, и других важных направлений. Мы и впредь будем поддерживать коренные национальные интересы друг друга. Не могли сегодня обойти тему совместной борьбы с эпидемией коронавируса. Беларусь активно использует успешный опыт Китая, задействует все внутренние ресурсы и уже сама делится опытом. Эпицентром мы не были, все случаи завозны. Но насколько важно действовать холодно, расчетливо и адресно? Об этом наша национальная практика. Несколько случаев коронавируса, которые мы зафиксировали, это буквально случай, они оказались завезенными. У нас этот вирус не развивался, ни одного факта, ни одного случая завезенного из Китайской народной республики вируса и гражданами Китая. Вы знаете, что мы очень аккуратно в этом отношении работали. А на нынешний момент дело не в коронавирусе. Дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси. И вы уже не первый год, будучи в Беларуси, это заметили, что у нас весной всегда некий гриппозный период, когда вирусы одолевают по большому счету или по малому счету наших беларусов. Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из уже опыта вашего и нашего. Кстати, посол отдельно благодарит за заботу и деликатность в отношении китайских граждан в Беларуси. Тысячи людей и никакой сенофобии. Рядом, в Западной Европе, шарахаются и закрывают двери перед китайцами. У нас сочувствие и солидарность. Тоже результат последних 20 лет и всепогодной дружбы. В Беларуси живут китайские студенты, строители – другие работники. Они получают заботу, доброе отношение от беларусского народа и не чувствуют никакой дискриминации. Это лишний раз подтверждает, что Китай и Беларусь выстроили по-настоящему всепогодную дружбу. Мы всегда находим в Беларуси необходимую поддержку. Обмен опытом в режиме реального времени – опора на систему здравоохранения. Не частную, а модернизированную советскую, государственную и массовую. В этом мы с Китаем похожи, плюс адресные карантинные меры. Президент делится нашей практикой отсечения вируса. Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, ну, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали. Но в аэропорту мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто к нам прибывает в Беларусь. Поэтому я молю Бога, чтобы мы и дальше вот таким образом прошли этот пик вирусных заболеваний. И ситуация стабилизировалась точно так, как она у вас сегодня стабилизировалась. Люди возвращаются к нормальной жизни. Дважды сегодня прозвучало от главы государства поручение администрации президента и Минздраву. Внимание старикам и к нашим, увы, традиционным вирусным болезням. За коронавирусом нельзя потерять другие вирусы инфекции. Ведь COVID-19 часто действует как последний удар по ослабленному организму. Это, кстати, и китайский опыт тоже. У нас беспокоит другая тенденция. Мы меньше начали уделять внимание другим болезням. Потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек. А от других болезней люди погибают. Поэтому вот я предупредил свой Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями. Ну и ваш совет пришелся вовремя. И мы это уже видим по опыту. В основном от вирусных заболеваний у нас страдают люди и попадают в больницу, которые имеют не одну уже болезнь, а целый букет. Это сердечно-сосудистая, органы дыхания, гипертония, вес свыше 120-130 килограмм, сахарные диабеты и прочее. Вот целый букет. Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить. Нам пока удается, врачам нашим, справляться со всеми этими болезнями, но расслабляться мы не планируем. В ближайшие месяцы обеим странам будет не до расслабленности. Китай реанимирует производство, открывает города на новом уровне, обеспечивает быт и гигиену. Беларусь на новый уровень выводит медицинскую и социальную защиту пожилых людей. Адресно, персонально, не из-под палки, а самим. Дойти до каждого. Здесь и власти, и общественные волонтеры в одной упряжке. У нас, говорят, солидарность. В Поднебесной поэтично. Общество единой судьбы. Андрей Кивашеев, Наталья Бреус и Антон Малюта. Агентство Теленовостей. Агентство Теленовостей. Продолжение следует...